МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в четверг, 4 октября. В студии работает Андрей Теннет. Это коротко о главных событиях. Увеличение заработной платы поможет снизить уровень коррупции в местных исполнительных органах. На заседании Республиканского общественного совета обсудили работу по предупреждению коррупции. Заниматься животноводством становится выгодно. Фермерам в этом помогает программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Старинного кабыза «Древний звук». В Караганде прошла научно-практическая конференция, целью которой является возрождение трехструнного кабыза. Мероприятие посвящено 92-летию Фатимы Балгаевой. Карагандинская область занимает лидирующие позиции в области здравоохранения по многим показателям, но есть и проблемы. В областном Акимате обсудили реализацию государственной программы развития здравоохранения Денсаулык. На сегодняшний день все пациенты Карагандинской области обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Это стало возможным благодаря увеличению финансирования из республиканского бюджета. Успешно реализуется программа цифровизации. Мобильное приложение «Дамумед» находит все большее количество пользователей. На аппаратном совещании обсудили и другие актуальные вопросы здравоохранения. По итогам восьми месяцев текущего года в области зарегистрировано три случая материнской смертности. Показатель составил 19,5 на 100 тысяч родившихся живыми. Показатель младенческой смертности составил 7,5 при республиканском показателе 8,0. Для дальнейшего уменьшения ситуации необходимо решение вопроса по укомплектованию организаций родоспоможения квалифицированными кадрами улучшения материально-технического оснащения родильных домов и детских больниц. Данные задачи включены в региональный план и на сегодняшний день подтверждены финансово. Особое внимание уделено созданию социально ориентированной модели первичной медико-санитарной помощи. Будут открыты 178 участков врачей общей практики. В том числе и путем строительства центров семейного здоровья в Караганде и Тимиртау с использованием механизма государственно-частного партнерства. Акимобласти Ирлан Кошанов придал особое значение созданию таких центров. Строительство центров семейного здоровья, о чем мы говорили, это и из поручения главы государства, плане нации, в плане нации, по принципу шаговой доступности. Мы планируем в ближайшем будущем построить 4 центра. Один уже построен. Обсудили на аппаратном совещании также кадровый вопрос и вопрос ремонтов лечебно-профилактических учреждений Карагандинской области. Андрей Тенжа, Суламы Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Увеличение заработной платы поможет снизить уровень коррупции в местных исполнительных органах. Об этом шла речь на очередном заседании Республиканского общественного совета при Агенции по делам госслужбы и противодействию коррупции. В работе совета принял участие заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Коррупционные правонарушения лучше не допустить, чем потом бороться с последствиями. О превентивных мерах по недопущению коррупционных проявлений говорили на заседании Республиканского совета при Агенции по делам госслужбы и противодействию коррупции. Руководитель областного департамента Жандос Арсенов отметил, что разработан довольно обширный комплекс мер, особенно в сфере образования. Напомним, что здесь уровень коррупции является одним из самых высоких в республике. Сейчас по рекомендациям, которые мы дали по сфере образования, они все исполнены, но поскольку мы проводили и другие анализы в других сферах, есть рекомендации, которые исполняются. Это не означает, что они как бы рассматриваются. Здесь у них время есть, поскольку исполнение некоторых рекомендаций требует внесения изменений в действующие законодательства, поскольку есть коллизия, противоречия и так далее. И, к сожалению, на местах мы сами не можем внести изменения, например, элементарные приказы. И они через центральный аппарат обращаются в министерство и так далее, чтобы они внесли соответствующие изменения. На заседании также было отмечено, что в Казахстане вводится новая факторно-бальная система оценки труда государственного служащего. По мнению разработчиков, это должно улучшить деятельность профессионального государственного аппарата на всех уровнях, поскольку размер заработной платы будет напрямую зависеть от эффективности работы. Если прежняя система предполагала в основном уравниловку, там участвуются старшие работы и занимаемые должности, и соответствующие коэффициенты, то теперь каждый госслужащий с переходом на новую систему оплаты труда получает тот уровень заработной платы, который достойен его труда. И более того, по итогам календарного года, по результатам его достижения от отдельных, или его участия, достижения отдельных отраслевых, критерических показателей, успешным и эффективным госслужащим будет уплачиваться бонус, так называемый. Бонус может доходить до уровня 4 и более окладов госслужащего до годовой зарплаты. Необходимо не только требовать от чиновников эффективной работы, но и создавать им условия для полноценной деятельности. Об этом на заседании общественного совета заявил председатель отраслевого профсоюза государственных банковских учреждений и общественного обслуживания. Проблема переработки, вы знаете, по 10-12 часов работает. Вот только что об этом было сказано. Это вот одна из проблем. Конечно, мы, как профсоюз, боремся за то, чтобы соблюдалось трудовое законодательство, чтобы после, например, 18.30 не задерживали. Если задерживали, то только по особым, важным, срочным случаям и только с разрешениями, ну, с письменными и так далее. Хотя часто, конечно, честно говоря, это не выдерживает. Это вот наши проблемы. Вместе с членами общественного совета в выездном заседании приняли участие представители общественности, руководители структурных подразделений государственных органов. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Какие изменения ждут Каркаралинск в ближайшие годы, журналистам рассказал Халел Максутов. Брифинг состоялся на площадке региональной службы коммуникаций. Аким Каркаралинского района поведал о программе социально-экономического развития на ближайшие два года. Свой доклад Аким Каркаралинского района начал с положительной статистики в сфере сельского хозяйства. Увеличился объем животноводства, а местные предприниматели начали строить теплицы. Некоторые из них уже дают хороший урожай. Согласно поручениям президента и главы региона, в нашем районе увеличилось число предпринимателей, которые заинтересованы в строительстве теплиц. Одна из теплиц дала около 5000 тонн урожая. Для сравнения, в прошлом году данный показатель был в пять раз ниже. Кроме того, теплицы строят при школах. Так, теплица при школе номер 44 в селе Коктас дала полтонны урожая. Также Халел Максутов остановился и на проблемных вопросах. Речь идет об экологической ситуации в селе Бркуте. Ранее наша съемочная группа побеседовала с местными жителями, обеспокоенными за свое здоровье и скот. Аким район отметил, что все три предприятия, которые находятся вблизи населенного пункта, обещали пересмотреть методы хранения производственных отходов. Алтай-Полиметал у них сейчас тупик там сделали. Сейчас мы с руководством Алтай-Полиметалом вот неделю тому назад они уже начали там благоустроивать. То есть ограждение. И второй, сейчас они засыпают щебнем, а потом будут его бетонировать. И второй вопрос по концентратам. Сейчас они мешки поменяли на более жесткие, чтобы ветра, когда вода, она не стекала. Поэтому вопросы сейчас комплексные работы ведутся. Активно в регионе поддерживают малый и средний бизнес. В прошлом году кредиты получили более сотни предпринимателей. На сегодняшний день в Каркаролинском районе зарегистрировано 278 новых предприятий. Это позволило создать около 300 новых рабочих мест. Всего 3387 жителей района работают в сфере бизнеса. По словам Акима, в скором времени в Каркаролинске возведут ресторан и дом отдыха. Оба проекта планируется реализовать в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Тохжан Лянова, Айдан Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Заниматься животноводством становится выгодно. Житель села Бухаржирау успешно занимается крестьянским хозяйством и создает рабочие места. В этом ему помогает программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Сегодня государство активно поддерживает развитие предпринимательства, строительство новых заводов и фабрик. В 2011 году Мирам Шахметов приехал в село Бухаржау и начал заниматься крестьянским хозяйством. Сейчас у него 100 голов скота. Кроме животноводства, предприниматель занимается производством мебели. В этом деле ему помогает сын Ильяс. Семь лет назад он также вместе с отцом приехал в село и по сей день вносит вклад в развитие местного предпринимательства. В прошлом году я взял на себя 12 миллионов кредита. До этого отец взял. Государство сейчас сильно помогает крестьянинам. В будущем у нас есть зимовка. Зимовку собираемся осваивать, дом строить, базу. Скот. На 12 миллионов в прошлом году мы взяли скот белоголовых, казахской породы. Теперь в будущем планируем дальше развитие, дальше сеяться, сажать, траву сажать. В данный момент на ферме работают около 10 человек. Также имеются 5 тракторов, токарные станки, строительные и столярные цехи. Как отмечают предприниматели, проблема именно в кадрах. Трактористы, пастухи и механики – самые востребованные специальности. Я с середины лета работаю тут механиком. Для нас созданы хорошие условия. Зарплату получаем вовремя. Сейчас мы активно готовимся к зиме. Сено уже накосили. Можно сказать, на 80% уже готовы. Хочу сказать большое спасибо предпринимателям за то, что развивают наше село и создают рабочие места. В текущем году 73 человек получили кредит в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Общая сумма составляет около 300 миллионов тенге. Так, в 2017 году Ильяс получил кредит на сумму 12 миллионов тенге для развития животноводства и на приобретение сельскохозяйственной техники. В 2017 году у нас получили микрокредиты 101 человек. По итогам 2017 года у нас также созданы 42 рабочих места в рамках второго направления. Открыты у нас детские садики. Также у нас, так как жители являются сельской местностью, большая часть населения у нас берут кредиты на развитие животноводства. Предприниматели планируют в будущем расширить свое дело и взять в кредит еще 50 миллионов тенге. Также в рамках данной программы в селе открылись детский садик, швейный цех и пекарни. Участвовать в этой государственной программе может молодежь в возрасте до 29 лет, безработные и самозанятые. Тухжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И к другим новостям. Старинного кабыза – древний звук. В целях возрождения трехструнного кабыза в Караганде состоялась научно-практическая конференция с участием преподавателей Казахского национального университета искусств. Мероприятие посвятили 92-летию одной из первых и ярких представительниц кабызового профессионального исполнительства Фатимы Болгаевой. Кубыз – инструмент, наделенный магическими и даже мистическими свойствами. Он имеет важную роль в культуре казахского народа. На сегодняшний день существует четыре вида кубыза. Все они применяются в оркестрах и ансамблях. Но нельзя не признать тот факт, что трехструнный кубыз постепенно забывается народом. На конференции, прошедшей в рамках программы «Рухани Джангру», были обсуждены пути возрождения данного смычкового инструмента. Этот инструмент – это тоже наше богатство. Как мы знаем, в истории был Курхат Баба. От него произошли двухструнный кубыз, который сейчас уже известен во всем мире. Затем был трехструнный, у которого натуральная была кожа, кожаная дека, натуральные струны из овечьих или других животноводческих продуктов. Также после конференции состоялся мастер-класс по обмену опытом. В нем приняли участие преподаватели школ и колледжа искусства. Главная задача – пропагандировать и передать подрастающему поколению традиционное искусство казахского народа. Педагоги утверждают, что этот мастер-класс значительно повысит квалификацию учащихся и начинающих музыкантов. Участники мероприятия выразили благодарность организаторам за поддержку национальной культуры. Напомним, данная научно-практическая конференция проводится по всему Казахстану. Мольдзир Нурланг-Изэ, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовала персональная выставка Омеркель-де-Абеуава. Мероприятие приурочено к 70-летию художника. Мастер Габелена представил десятки работ, выполненных в разные периоды его жизни. В свой 70-й день рождения Омеркель-де-Абеу встретил, как полагается, истинному художнику. Среди картин и почитателей своего таланта. На персональной выставке мастер Габелена и резьбы по дереву представил 35 работ. Каждая из них несет в себе историю казахского народа. Все работы Омеркель-де-Мухтарович посвящают родному краю. Станок и нити – это все, что нужно мастеру для создания шедевров. Ткачество – очень кропотливое дело. На создание одного Габелена уходит от трех до пяти месяцев. Я не принимаю заказы. Все мои работы выполняются в порыве вдохновения. Когда происходит что-то волнующее, я стараюсь изобразить это на холсте. К примеру, когда зашла речь о продаже земли, я выткал Габелен, назвав его «Ана-Жерана». На его создание ушло пять месяцев. На сегодняшний день это одна из моих любимейших работ. В знаменательную дату художнику достоился подарков, благодарственных писем и множество теплых слов в свой адрес. Член Союза художников Казахстана проживает в Балхаше, где ведет студию прикладного искусства. Однако его талант почитают далеко за пределами родного края. Больше всего в творчестве Омеркель-де-Абеова люди ценят близость к традиционному народному искусству. Художник, мастер, дает самого себя полностью всей этой работе. Это можно увидеть, потому что от качества это очень-очень изнурительный труд. Художник сам еще делает для себя свои станки, на которых он ткет все эти габелены. Каждый габелин – это целая история. То есть это не просто изображение идеи, пришедшей ему в город. А в каждом габелине он рассказывает об истории казахского народа, о великих людях казахского народа. Выставка продлится до 19 октября. Областной музей изобразительного искусства приглашает всех карагандинцев окунуться в прошлое казахского народа и взглянуть на Казахстан глазами одаренного мастера. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok